Всем привет! Радостная новость для любителей прогрессивного рока. У меня тут самолеты летают за окном, но я надеюсь, что самолеты и вертолеты нам не помешают. Так вот, радостная новость для любителей прогрессивного рока в любой его форме. Говорят, что в этом году выходит новая пластинка итальянской группы Banca del Muta Saccorso. Последняя пластинка до этого времени вышла у них в 2019 году. Называется она Transsabiriano. Это двойник вот такой вот красивый. Старенькие уже музыканты. Но это ничего, потому что музыку они играют вполне бодрую, агрессивную, яркую и прогрессивную. Об этой пластинке мы поговорим отдельно и потом, потому что она очень большая, очень длинная и настолько насыщенная музыкой, что ее нужно, конечно, проговорить как следует. А группа эта, самая, Banca del Muta Saccorso, существует на самом деле с 1969 года. Хотя первый альбом вышел в 1972 году у них, но с 1969 года они играют, так или иначе записывали отдельные песни, которые выходили на разных сборниках в Италии. А потом доросли уже до полноценного альбома и с 1972 года Banca del Muta является, наверное, одной из самых главных итальянских групп в области прогрессивного рока. А итальянский прогрессивный рок это вообще отдельная история. Это огромная глава современной музыки, очень интересная, очень яркая, абсолютно незапутанная, абсолютно внятная, как хорошая итальянская опера на самом деле. И чем прогрессивный рок отличается от англо-американского прогрессивного рока? Ну, примерно тем же, чем оперы Пучини отличаются от Пиковой дамы, например. И то опера, и сё опера. Однако разница есть в мелодике, в гармониях, в темпе, в агрессии. Многие не любят это слово, но тем не менее разница есть. И то хорошо, и это хорошо. Но немножко, чуть-чуть отличается, правда же? Так вот, первая пластинка Banca del Muta Saccorso выглядит вот так. Вот так, вот так, чтобы свет не мешал. Вот такой альбом вышел в 1972 году. Очень занимательная стучка. Вот так вот вынимается одно с портретами артистов. Вот так вот вынимается другое. Вынимается трудно достаточно. Пластинку я положил отдельно, потому что она вкладывается вот в такой конверт. Нужно приложить ряд усилий, чтобы достать этот альбом. Однако усилия эти того стоят. Вот сейчас я ещё раз продемонстрирую. Дизайн ошарашивающий просто. Это, опять-таки, я напомню, что это дебютный альбом Banca del Muta Saccorso. И сразу ребята вот так вот. Ну, ребята, а это не ребята, это профессиональные музыканты с академическим образованием. Всё у них в порядке. Ну, вот Banca del Muta Saccorso. Ещё раз я покажу артистов. Вот они такие скромные. Фотографии скромные, да? На обложке нету пафосных вот этих вот штук. Пластинка первая, которая называется просто Banca del Muta Saccorso, она ошарашивает. Просто ошарашивает. Просто раскрываешь рот и думаешь, ничего себе. Есть ведь группы, которые... Вот я не люблю социалистические соревнования. Эта группа превзошла. Эта группа лучше. Эта группа хуже. Опередила. Мощнее. Но по музыке, по плотности, по яркости, по тому, насколько это интересно, неожиданно, профессионально и круто. Я бы даже не ставил в один ряд там с Gentle Giant, с Emerson, Lake & Palmer, с Yes. Это отдельная история. И она... Ну, если вы любите Genesis, я люблю, например, Genesis. Любил, точнее. Сейчас немножко уже так спокойно отношусь к этой группе. Хотя она, безусловно, заслуживает ого-го. И заслуживает она во многом еще и от того, что вот такие вот команды, они, безусловно, шли в русле Genesis. Но самое неприятное для меня было в этой музыке, это то, что гитарист играет с тембром Стива Хэккета и играет примерно... Строит партии примерно так же, как Стив Хэкетт на пластинках Trespass и Nustle Crime. Очень похоже. Хотя ничего плохого в этом нет. Там все очень органично, очень логично, все очень на месте. Но я думаю, ну что же так прямо, вот прямо как Стив Хэкетт играет. Однако музыка вообще не похожа на Genesis. Начинается вот эта пластинка замечательная с грандиозной пьесы. Вообще здесь делить на песни, вот этот первый альбом, довольно бессмысленно. Потому что сразу с первых звуков, с первых нот входишь в такой сказочный мир. И по нему путешествуешь до конца альбома. Здесь два человека играют на клавишных инструментах. Франческо Диджакомо, вокалист, который поет Бельканто. Фантастический голос совершенно. К сожалению, Франческо Диджакомо погиб в 2014 году в автомобильной катастрофе. И вот эта вот Trans-Siberiano, куда ты ее положил, неважно, альбом 2019 года, он уже с другим вокалистом записан. Но все остальные пластинки с Франческо Диджакомо. И это вот этот оперный вокал, это Бельканто. Это прекрасное звукоизвлечение, плавный переход от одного звука к другому. Свободное абсолютно пение, красивое, прекраснейший тембр. Тут настоящая опера, хотя он добавляет туда рока в полный рост. Он поет Бельканто, а потом, поднимаясь наверх, начинается расщепление. У него вот роковые такие вот штучки. Витторио Наченци и Джанни Наченци. Два брата-клавишника, которые и организовали эту группу, собственно говоря. Потрясающий барабанщик, у меня записано, просто я не запоминаю итальянские фамилии, Пьер Луджи Кальдерони, про которого критики после первого альбома написали, что кажется у Кальдерони на две руки больше, чем у Карла Палмера. И что весь альбом держится на Кальдерони. Что неправда, Кальдерони играет невероятно здорово на ударных здесь, но держится все и на Диджакомо, на его вокале, на двух клавишниках, которые играют не две партии одновременно, а пять-шесть. И те, кто любят синтезаторные звуки, в хорошем смысле этого слова, муги, все остальное, там такое переплетение, там столько звука, так все интересно, но ничего не перегружено. В отличие от массы композиторов, массы музыкантов, которые нагружают свои песни, свои пьесы таким количеством всего, что становится просто тяжело их слушать. Здесь очень всего много, очень много. Масса партий, все время меняются размеры, меняются ритмы, играют сложно, есть моменты, когда играют там четыре синтезатора одновременно, например, разные партии, и это не утомляет, это дико красиво, дикая красота итальянской музыки, при этом это итальянский рок, это драйв, это напор, это электрическая гитара в стиле хеккета, как я уже говорил. Ну, я немножко отвлекся. Первое полотно на этой пластинке монументальное, как и все. Остальное начинается тихонечко со средневековых таких каких-то историй, старинная европейская музыка, а потом врубается рок. Наверное, решили все-таки открыть альбом с рок-н-ролла. Хотя рок-н-ролл, конечно, очень странный, рок-н-ролл такой, примерно, как рок-н-ролл Эммерсон Лейкен Палмера. Но это не рок-н-ролл, это не... Ничего этого там нет. Там просто такой ракешник с яростной ритм-гитарой, с клавишами ломанными, но очень четкими, очень-очень здорово. Синтезатор влетает, начинается. И потом вдруг ритм-гитара уходит, и гитарист играет соло в стиле, наверное, Майка Олтфилда. Но в стиле Майка Олтфилда только по звуку. Когда убраны все высокие, И вот такой вот тон гитары без высоких, такой придушенный немножко, но очень красивый, как будто немножко издалека. Вот как у Уолтфилда в ранних его работах, очень характерный такой звук. После чего происходит масса всего в первой пьесе, и громко, и тихо, и вставки классических, классические пассажи на фортепиано, очень красиво. После чего начинается самое известное произведение, наверное, Банка Дальмутта под названием «Метаморфозы». На мой взгляд, это не самое лучшее из того, что написали Банка Дальмутта, но песня считается классической, они до сих пор ее играют на концертах. Но уже в измененном составе, уже с другим вокалистом концерты они продолжают давать. И «Метаморфозы» прошли через все творчество Банка Дальмутта, начиная там с 1972 года по 2022. Такая знаковая пьеса, как мюзикл-бокс у Genesis, наверное, можно сравнить. Произведение сложное, из многих частей. Очень интересное. Вот из-за этой сложности, наверное, мне кажется, оно не самым таким, не самым интересным из того, что написано Банка Дальмутта. Хотя слушать одно удовольствие, конечно. Почему я говорю, что это не самое-самое? Потому что очень много они написали другого, не менее интересного и не менее яркого. В «Метаморфозах» там все. Там, опять-таки, и классика на фортепьяно, и клавесины, и дикая гитара ревущая, и звуки, похожие на то, что было у Led Zeppelin в «Immigrant Song». Сон, стереораскладки, термин-вокс, я имею в виду. Ну, я не знаю, термин-вокс там или нет, но вот эти адские звуки, прямо вот из подземных недр какие-то такие вылетающие. Все это в темпе, все это в роке, все это прямо вот открываешь рот. Как это, как это. Мои любимые звуки мугосинтезатора там везде. Все вот это вот, и все это гармонично, мелодично, но это Италия, это итальянская опера, рок-опера. Конечно, это не опера, но от итальянской оперы очень много чего вообще, от итальянской классической музыки. Просто красота, просто красота. Ну, вот эти вот термин-воксы якобы летают, гитара ревет, все меняется, все просто потрясающе. А на второй стороне одна пьеса, 18-минутная, про которую говорить очень сложно, потому что там, опять же, там все, там весь прогрессивный рок, который мы представляем себе, 70-х, в звуке 70-х, аналоговом, конечно, все это живо, все это дышит, все это, все по-настоящему. Никаких вот этих компьютерных современных штучек, нарисовали голос, подправили, да, там автотюнинг сделали, что-то еще. Ничего этого нет, все сыграно руками, и так просто круто, невероятно. Группу поддерживали хорошие, знаменитые английские артисты в лице Грега Лейка и Кита Эмерсона, но это уже было потом, после того, как Лейк и Эмерсон услышали первые два альбома. Про второй альбом я отдельно поговорю, вот этот Дарвин, у критиков считается до сих пор лучшим альбомом Банка Дальмутта. Я не могу с ними согласиться, потому что я не слышал все альбомы Банка Дальмутта, их достаточно много. Хотя, вот перед Транссибирианой был перерыв 25 лет, они не играли. То есть, если Транссибириана вышла в 19-м, значит, отмотайте назад 25, когда перестали записывать альбомы Банка Дальмутта. Однако, записать успели очень много. Но вот Эмерсон и Лейк поддерживали эту группу, в результате чего были и английские гастроли, и американские гастроли. И вообще все было хорошо, пластинки выходили, их очень хорошо покупали, национальные герои Италии. Играли вместе с Gentle Giant, и, кстати, от Gentle Giant очень много в этой музыке. И порой при всей агрессивности и при всей тяжести музыки Gentle Giant, а музыка у них очень тяжелая, если кто видел концерты Gentle Giant, это просто хард-рок такой, который мало кому вообще удавался. Это такая ярость, такой напор, такой гитарный рев, такое безумие клавишных, такой агрессивный вокал, что ого-го. И вот при всей агрессивности Gentle Giant, Банка Дальмутта, местами перешибается даже Gentle Giant. Играет так же сложно, так же витиевато, так же затейливо, но еще громче, еще напористей, еще драйвовей, агрессивней. То есть, несмотря на то, что бельканто, вокал, диджакомо поет, исключительно итальянские оперные партии. И все это на вот этом... Просто кошмар в хорошем смысле этого слова. Короче говоря, Банка Дальмутта Соккорса, первый альбом одноименный. Вот-вот-вот-вот-вот, вот такой вот, вот такой вот, со всеми прибамбасами. Ну, вот нашел Транссибириану 19-го года, потом про нее поговорим. Сплошное наслаждение. Пойду пить, пока, до новых встреч. Я еще вернусь. Бай. Субтитры подогнал «Симон»!